Всем добрый вечер, у кого добрая ночь, у кого доброе утро. Я извиняюсь, что на полчаса почти опоздала. Я предупредила под роликом, поэтому написала, поскольку я забегалась туда-сюда и забыла поставить на зарядку, как всегда. А поскольку я сейчас... Здравствуй, Яна. Поскольку я сейчас вещаю с телефона, ну вот телефон, как телефон, ну как телевизор, всё в нём есть, только душа нет. Здравствуйте, Павел, все здравствуйте. Только душевой кабины не хватает. И поэтому, собственно говоря, скажем так... Здравствуйте, Вера. Привет, Януся. И Тимура приветствую. Всех не успею назвать, но всех приветствую. Пусь, вот как у меня прямой эфир, Пуся начинает свои игрушки насиловать. Вы, конечно, извините. Видимо, он тему знает, что сегодня будем про привороты говорить. Вот он решил тоже поучаствовать. Иди меня не позорь. Я сегодня ему хотела бегемотика подарить, такую лежачую, мягкую. Привет, Ран. Но, к сожалению, что-то у них сбой какой-то в этой системе. Пусёк, твою дивизию. Иди отсюда. Вот. Да ехали. Здравствуйте, Сурен. И, к сожалению, вот... Сурен, я бы вас попросила мне написать на WhatsApp, если можно. Мне нужно кое-что вам сказать. Пару вопросов. Да, да, бегемотик. Он такой мягкий, как, ну, игрушечный, естественно, чтобы на нём он лежал. Толстенький такой, круглый. Но не работала у них система, к сожалению. Толстенький, я не смогла, не получилось у меня его купить, одним словом, для него. Ну, ничего, обойдётся через пару дней. Привет, Алина. Итак, друзья мои, я думаю, что вчера мой ролик про привороты вы как бы слушали. Вы знаете, я просто в прямом эфире, мы отвлекаемся, разговариваем, это всё-таки живое общение. И иногда пропадает концентрация, и то, что я хотела сказать, может улетучиться с головы. А им ссор, я сейчас этого маньяка отсюда выкину и приду. Иди отсюда. Пошли, Кусяк. Пойдём вот сюда. Иди сюда. Вот, всё. Гриндец. Просто. Вот. Привет, привет, брат мой. Так вот. Достал. Всё, вот отвлёкся, сволочь массенький. И поскольку, чтобы не забыть сказать то, что я хотела бы, да, высказать и рассказать, я поэтому решила снять на эту тему сначала подробно, а потом уже как более легче будет диалог, поскольку вы уже слушали, и, естественно, оттуда уже возникнут у вас, может быть, определённые вопросы, так будет интереснее, ну и информация останется, потому что... Привет, Наталья. О приворотах, знаете, так смотришь в эти магические формы, такое ощущение, что... Что привороты все делают. У всех делают и у всех получается. Угу. Конечно. Если у практиков, у которых за плечами 20-30 лет работы, привороты могут получиться, ну, из 100 человек у 30, то уж там уж тем более. Хочешь Путина приворожить? Путина не обещаю, но Зюганова могу. А шо, хороший мужик, коммуняка, оденет тебя всю красную и будет на Красной площади с тобой венчаться. Хе-хе-хе-хе-хе. Чубайса. Если Чубайса приворожить, то весь нефтебизнес тоже тебе придётся на тебя приклеить. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Добрый вечер. Хе-хе-хе-хе. Привет, Эльмар. Насчёт подарков. Они хотели мне отправить посылки со сладостями. Поделишься, тогда приворожу. Вот. И прочее, прочее. С других стран сладости, какие-то травы, корени и прочее не принимают, к сожалению. Поэтому не расстраивайтесь. Если Жириновского, зачем тебе этот полоумный дурачок, клоун? Он тебе всю ночь будет читать лекции Маркса Энгельса у изголовья. Будет травить тебя этим, как хорёк курицу. Так вот, если не получается, не расстраивайтесь, потому что по России получаются эти посылки отправлять. Вот мне с Крыма человек отправил, если помните, да, травы, травяные чаи и прочее, прочее. Там ещё сладости мне с Кавказа отправляли много раз. Но это по России. И то проверяется всё это, и потом отправляют. А вот с других стран они категорически не принимают. Сейчас там всякие лекарственные травы под запретом и прочее. Поэтому, чтобы это всё не проверять, они вот просто запретили и всё. Так что не расстраивайтесь, понимаете? Так что я ничего не говорю. Да, не пропускают. Череп волчийцы могут не пропустить абсолютно. И атамы, и ножи, и прочее, прочее. Увы, нельзя. Даже если не лекарственные, в любом случае нельзя. Это есть пожизненный, значит, приворот тоже может быть бесконечным или нет? Нет, это не тот вид порчи. Потому что приворот, когда делаете, да, и когда делает практик приворот, он не говорит слова порчи. Порчи – это, чтобы тебе то было, это было, чтобы у тебя того и этого и так далее. А приворот, чтобы ты жил с этой женщиной, здравствуйте, Теодор, чтобы ты без неё не мог ни пить, ни есть и так далее. У тебя нацелены слова на то, чтобы человек без этой женщины жить не мог, питался только её энергией. Ты же не делаешь нацелено порчу, чтобы это прям вот нацелена порча была. Но приворот портит жизнь мужчины, потому что это насильственное порабощение. Если человек не любит, абсолютно никакой симпатии не испытывает, тогда будет вообще жизнь мука. Потому что он будет ненавидеть её, и женщины, у которых мужья вот так уходили, они могут это подтвердить. Что он говорил, я ненавижу её, я не хочу её видеть, но ноги сами несут. Иногда мужчины просили спасти, понимаете, своей жене говорили, спаси меня, куда-нибудь отведи, сними это с меня. Я понимаю, что я её не люблю, но у меня получается в постели только с ней, с тобой нет. Что-то связано, что-то закрыто. Я чувствую, что я её не хочу видеть, но ноги сами несут туда. Но я понимаю, что я тебя люблю и хочу сюда. И вот это мыторство, вот это туда-сюда уход и прочее-прочее, настолько можешь замучить. И кто, знаете, кто сильнее, кто выдержаннее, кто, да, Афродита, как Папа Римский. Ну, Папа Римский можно, конечно, можно. Тем более с ним ничего не надо, просто поженитесь, да и всё, каждый разойдётся по своим кельям спать. Так вот, поэтому он, приворот называется порчей, потому что он портит жизнь человеку на самом деле. Но это не нацеленная порча, понимаете. И порча, я вам хочу сказать, вы говорите пожизненно. Пожизненно, если никто не снимет. Если человека настолько подавят его силы воли, эти силы, что он даже не будет искать спасения. Это пожизненно, да, он погибнет. И точно так же приворот может быть пожизненно. Знаете, как вам сказать, смотря сколько лет, на сколько лет это нацелено. Здравствуйте, Алена. Поэтому порча, это нацеленная, ты портишь человеку жизнь нацеленная. А здесь ты привязываешь. А как там получится? Может быть, у них будет, ну, более-менее неплохие отношения, но любви не получится. Может быть, неплохие отношения, но ребёнок там не родится. Может быть, они будут морду бить друг другу, но жить вместе, строить карьеру, в частности, она, потому что у него особо не получится и так далее. По-разному, ты не знаешь, что будет. А порча, это нацеленный удар. Вот, собственно, я вам развернуто, объясняю. Так что приворот, это такая же порча. Порча, но только изначально ты не портишь человека, изначально ты привязываешься к этой женщине. А как там поведёт себя это всё дело, понимаете. Если были какие-то чувства, может быть, приворот поможет мужчине, знаете, с места двинуться, вот эти страхи откинуть и жениться на ней. Но и то я не советую таким образом тащить. Я всегда говорю, женщины, дорогие, уважайте себя. Поскольку я уже про этот ролик снимала, да, можете открыть, посмотреть любовные ритуалы Ютуба. Вот там есть про приворот это всё. Я несколько раз рассказывала про приворот, я подробно говорила, что это такое. Немного сейчас тоже пройдусь. Это прежде всего приходят женщины, которые, ну, вообще вот, ну, тронуты на этом деле, не могут без мужика жить. Даже свеча приворотная, которая делалась издревле, сейчас можно заказать. Это женщина крепко-накрепко обняла половой орган мужской. То есть она за это держится. И это хочет вернуть и привязать к себе. Извините за подробности, но надо называть всё своими именами. Для чего она пришла? Она пришла за этим, собственно говоря. Ну вот, папа римский богатый, ненадолго хватит, ещё лучше, быстрее копыта откинет. И весь витикан твой. Танцуй не хочу. Да. Так что, а вторая категория женщин, которая приходит, я уже говорила, это женщины, которые хотят просто достаток себе, хотят богатую жизнь через мужчину. Через богатого мужчину, которого они хотят захомутать и забрать себе. Без проблем. Вот с такими женщинами приятнее работать, потому что у них холодный ум и расчёт. И они спокойны, как удавы. Ты говоришь, подождать, они ждут. Ты говоришь, не звоните, она не звонит. Ты говоришь, он будет звонить, не бери трубку, потому что так надо для этого дела, да, чтобы это всё закрутилось, чтобы энергии не перемешались. Она не берёт трубку. Без проблем. А те, которые влюблённые плакальщицы, вот эти черноризницы, ой, помогите, он мне позвонил, ой, что буду делать, ой, чего мне делать, ой, как мне быть, ой, куда мне деться, и так далее. И уже настолько это надоедает. Изначально, когда ты не отказываешь таким женщинам, да, но со временем, когда ты понимаешь, что это настолько уже надоедает, просто каждодневные истерики и прочее, прочее, всё, ты говоришь, давай-ка это, сейчас закончим это дело, и потом иди ты лесом. Бывали моменты, когда я злилась настолько, что просто готова была вот хоть что. Привет, привет, Софи. Да, мозги выносят. Почему? Потому что если женщина всецела, весь смысл своей жизни связывает... Марина. Спасибо, Марина. Ну, поймут-поймут люди, не поймут, и это их проблемы, что мы будем делать. Мы не можем им свои мозги вставить, правильно? Мы можем только объяснить. И мужчины, которые уходят, кстати, вопрос, да, мне, вот у меня спрашивают, а вот на любого мужчину можно сделать приворот? Вот, вот, Сурен как раз спросил, сейчас я объясню, и можно ли, например, вот взять фото Киркорова и сделать на него приворот, да, какая-нибудь баба Дуся хочет, вот Киркорова, и всё тут решила. Чем я хуже Пугачёвой? Пускай теперь на мне женится. Возможно ли такое? Дорогие друзья, хочу вам сказать одну вещь. Никогда в жизни не верьте, что возможно приворожить мужчину, если у женщины не было с ним сексуального контакта. Это невозможно. Можно его притянуть, можно его притащить, можно его позвать, можно сначала создать симпатию, довести до постели и прочее, прочее, а потом уже делать приворот. Но пока у них не было сексуального контакта, невозможно приворожить мужчину. Так что мужчина, которого приворожили Пускай перед своими женами не выпендривается Мол, я ничего не знаю Ничего между нами не было Нет, она просто, я ей понравился Вот она, видимо, мое фото где-то нашла И так далее, и так далее Ну, о них знают все Да, Ольга, я согласна Вот Так что, если на мужчине приворот Если он сделан Я заметила одну вещь, что супермогуйки Вот после моих лекций Умнеть стали Они стали очень умно объяснять моими словами Я рада, но когда знания не твои Когда знания не твои Ты можешь, как хочешь, объяснять В любом случае И я смотрю, настолько, знаете, ересь несут Вот просто ересь Просмотров 250 тысяч За там Две недели Но не верю я в эти цифры, не верю Я не верю в этих подписчиков, я не верю в эти цифры Потому что под каждым роликом 20-30 своих верных Стахановцев Постоянно пишут одно и то же И я не верю, что там 40 тысяч подписчиков 50 тысяч 200 тысяч Это, скажем так 200 тысяч человек посмотрели эту ахинею, например О том, что там начертить Какие-то там накрутить Что-то там позвать Не верю я, понимаете? Так вот Можно ли взять фотографию любого человека и приворожить? Нет Если Ты берешь фотографию Мужчины, с которым у тебя были половые отношения Ты можешь его приворожить Если ты берешь фотографии Мужчины, который тебе просто нравится Ты можешь вызвать Призвать его Но он тебя должен знать Ты не можешь взять фотографию Мера города и идти привораживать Он тебя не знает Если он слабый человек Ты можешь вынести ему порчу Испортить ему жизнь Если он сильный человек То У тебя ничего не получится Абсолютно Просто ничего не получится И все Ни туда, ни сюда То есть для того, чтобы приворожить человека Надо его лично знать Если Именно Перетянуть к себе Заставить на себе жениться Захомутать Нужно иметь с ним сексуальные отношения Хотя бы один раз По-другому нереально Невозможно Еще раз говорю Можно вызвать Можно призвать Здравствуй, Хатун Можно Как-нибудь повлиять на него На его сознание Если он знает вас Вот Он всегда смотрел на тебя Там Ты проходила мимо него Он Не знаю Он там арбузами торговал А ты влюбилась в него безумно И пошла И отнесла его фотографию И если он просто здоровался На сей раз Он будет на тебя смотреть С какими-то умиленными глазами А может быть Если много раз сделать Может быть Дотащить его до постели Это возможно А потом уже вообще Дотащить до ЗАГСа Вот таким образом Этапами можно приворожить мужчину Который вас знает Но если этот человек вас не знает Вы Невозможно сделать так Чтобы Вы ему снились по ночам Это нереально И силы разумные Они не будут Соединять людей Которые Абсолютно Незнакомы Я извиняюсь Сейчас проверю Чего надо Ему этому Хотим Чего тебе пусть Чего там Там никого нет Ну Что ты Кружишь Поживи Все Молчи Занимайся своими делами Давай Второй момент Каждый ли мужчина Подается привороту И каждого ли мужчину Можно увезти из семьи Нет Приворожить возможно Только того Кто способен на предательство Только того мужчину Который слаб Только того Который склонен Склонен Оставлять семью И убежать Который легковерный Который Несильный дух Вот только таких мужчин Возможно приворожить И это не имеет Никакого отношения К его физическим данным Хоть он там Двухметровый амбал Но его можно Как теленка Просто на веревке Тащить за собой Очень легко и просто Потому что в душе Он заяц Хоть и выглядит Как тигр Понимаете Да Ну Читаю Иногда Отвечаю Иногда Не особо Успеваю Так вот Следующий момент Поддаются привороту Слабые мужчины Сильный мужчина Когда чувствует Какое-то влияние На него Когда чувствует Какое-то Извне Какое-то На него влияние Дорогой мой Армяной Ты особо не обольшайся А то я тебе сейчас докажу Что и на сильных Можно повлиять Если Если сильная ведьма Попадется Не радуйся Раньше времени Так вот Если Мужчина Сильный духом Если мужчина Не склонен Предавать И оставлять Вы поймите Одну вещь В этом мире Долг Превыше всего Долг Превыше Даже любви Для людей У которых Есть честь Совесть И достоинство Долг Превыше Если ты Даже не любишь Эту женщину Просто так взять Бросить ее С ребенком Уйти Вообще Бросить тяжелую минуту И прочее Прочее Есть Предательство Понимаете Поэтому Не будем Говорить о том Что вот Любовь Там Я не знаю Чувства Превыше всего Превыше всего Долг Так вот Если Точно так же Касаемо Женщины Морально Слабую Только Если у человека Есть Долг Внутри Если у него Есть ответственность Перед семьей Даже если он Не любит Эту женщину В любом случае Даже если он Развлекается В стороне Он никогда Не причинит Ей боль Он не покажет Виду Что это происходит Он пощадит Ее Женское Достоинство Ее личные Амбиции И прочее Так вот Если мужчина Вот так Мыслит Если мужчина Так думает Даже если он Чувствует Какое-то Влияние Извне Даже если у него Есть внутри Притяжение К этой женщине К любой женщине Имеет значение Кто Ему нравился И так далее Он в любом случае Будет себя Отвлекать Он себя Отвлечет Он будет Искать Спасение Он будет Ходить Спортзал Он Абсолютно Почему Не существующим Зря вы так Думаете Есть такие мужчины Есть Я знаю таких мужчин И уважаю Их мало Но они есть Так вот Мужчина Должен себя Настолько уважать Чтобы не бегать За любой Которая Ему так Пальцем поманила В кусты Вот о чем я говорю Если он Сильный духом Его никто Не приворожит На него Можно оказать Влияние Можно влюбить В себя Можно Некоторое время Привести Скажем так В какое-то Состояние Иступления Он может Не найти себе Места Он может Злиться на себя Что ему Не нравится Жена Что Вот Отношения уже Не те И прочее Прочее Все что угодно Может быть Но он это Преодолеет Он не подастся Этим чарам На самом деле И поэтому Хочу вам сказать Доброй ночи Хочу вам сказать Что у мужчины Которые Склонны Быть Привороженными Уведенными Из дома Когда говорят Увели мужика У меня такое ощущение Сразу Знаете Вот Теленка Взяли Так за это За веревку И увели Как можно Увести Того Кто не хочет идти Это нереально Он хотел идти Он подсознательно Внутри Он был готов К этому Чуть-чуть Подтолкнули Чуть-чуть Помогли И все И он пошел Как миленький Согласны со мной Если бы он не желал Он бы сопротивлялся До последнего Он бы с этим боролся И Его бы никто не увел Ну Кобеля то так не уводят Как теленка Вот чем дело Кобель хоть кусается И хоть рычит Если он не согласен А теленок Что Бэээ И пошел Вот примерно Точно так же А потом стоит мужчину уже увезти, забрать и уже легко и просто можно отвернуть от детей, можно все деньги уже с него отнять, можно сделать так, что он вообще охладеет к своей семье и ничем не будет помогать, даже если они с голоду будут умирать. Ему уже пофигу. Его отсекли. Самое сложное это забрать. Забрали все. Пусть. Это не к нам, там ходят. Пусть. Вообще, по сути, что такое приворот? Если уж по-честному, да? Давайте там секрет ведунов вам открою. Иди сюда, негодный пес. Дорогие друзья, приворот. Вот приходит женщина, приносит фотографии. Любит или по расчету хочет, не важно. Приходит, приносит фотографии. И самое интересное, что мужчины, которые приворожены, они свято верят, что это они сами выбрали и они сами решили все свое имущество переписать на нее через три дня знакомства. Это они сами так захотели. Какой приворот? Фигня, все это, ничего не существует. Его тащат в ЗАГС, как бычка на заклане. А он говорит, не верю в эту всю херню, нет никаких приворотов, ничего, я сам влюблен, я сам хочу и так далее. Ну, хоти. Итак, приходит с фотографии. Есть несколько разновидностей приворота. Давайте не будем сейчас вообще про приворот без греха даже заикаться. Мне кажется, мне кажется, тут вообще это будет смеха панорама, если я скажу приворот без греха. Это все равно, что киллер со святой водой. Ну, я даже вообще не могу понять, что значит приворот без греха. Кстати, там недавно появилось в интернете... Добрый вечер, Александр. Монахиня в схеме сидит. Монахиня Евдокия, матушка Евдокия, значит, решит ваши проблемы, вернут вашего мужа без греха, помолится, помолится за вас Господу Богу и Богу Матери. Я не знаю, чего там, обращайтесь, решим все проблемы. Я охренела. Я думаю, я понимаю, что священнослужители тоже магией занимаются, и что не такие уж они верующие. Но чтобы вот так в наглую монахиню уже созвали народ на приворот, я еще такое не видела. Ну, вот это тоже мы увидели. Дожили, как говорится. Итак, значит, с этой фотографией... Здравствуйте, Софья. Приходит женщина и говорит, хочу я... Значит, спасибо, Валя. Хочу я приворожить этого мужика. Какие там мотивы, не знаю. Еще раз говорю, если мотив деньги, если мотив хладнокровный, просто желание обладать им, то с этим человеком намного легче работать, потому что тебе не мешают чувства, не мешают эмоции, не мешают вот это вечное... Не звонит, не смотрит и так далее. Тогда тебе легче работать. Ты берешь фотографии человека и начинаешь делать. Привороты очень много, разновидностей много. От языческих и до крови, и до кровных шерств, и все, что угодно. И есть еще и через кладбище. Мы пробуем в начале пока так более слабые способы влияния. Если получается, то сильно не тратим времени. Поверьте мне, дорогие люди, что работа с некрополем это жуткая вещь. Работа с потусторонним миром, и тем более вообще с мертвыми силами, это очень тяжело. Почему тяжело? Потому что расплачиваешься долго. Ни грех, ни расплата, ни каких-то катастроф нет. Приходишь в себя очень долго. Ты отдаешь очень большую энергию, очень большую моральную силу за любую работу, любую связь с мертвым миром. Вот я недавно провела с путами. Вы не представляете, как меня кружило я уже, ну сколько дней уже я потеряла просто. Да, я работаю, я занимаюсь делами, но мне нужно несколько часов полежать, голова закружилась. То вот у меня начало шатать, трясти, потом опять в норму, потому что выбило меня из колеи на несколько дней. Потому что вы поймите, что путы с рук мертвые девушки по имени Надежда. Дальше рассказывать не буду, потому что это сделано тайком от родственников, и сейчас лишние проблемы не нужны. Работникам морга дано мне. Потом там целая история была насчет того, куда путы делись. Они, оказывается, верующие люди, хотя их дочь покончила с собой. Вот какие-то у них были свои проблемы. И она сказала, что она нечаянно выкинула, после чего у них был скандал. Но она мне привезла. Так вот, вот путы с рук самоубийцы, я думаю, что вам объяснять не нужно, какое состояние может быть, когда эта душа была у тебя несколько дней, пока ты готовилась к этому ритуалу. Не есть мясо, не есть то, не есть это. Но вот душа покойная, с покойниками, души покойных, они очень много забирают. Здравствуйте, Маргарита. Очень много и вообще, как сказать, дорогие друзья, ой, не то, что много, я даже не знаю, как описать. Видите, сколько дней я потом стала снимать, снимать, это тяжело. Так вот, самое главное, что если тебе так не очень хорошо штормит и шатает, это означает, что работа-то пошла. Вот что означает. А это самое главное. Хрен с ним, нечего, пару дней можно и прийти в себя. Руки дрожат, ощущение, как будто тебя постоянно, знаешь, кружит ты, как в аквариуме. Потом отпускает, потому что тебе взяли очень хорошую прям плату и силой, и энергией, и деньгами, естественно, потому что эти дни отстала, не поработала. Правильно? Вот и расплатилась. Конечно, пошла, ой, 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 как пошла. Вот. Так вот, дорогие друзья, и пошла-пошла. Там уже кричат, что я за всё заплачу. Хорошо, хорошо, я не против. Так вот, что касаемо, значит, и мёртвого мира. Поэтому, когда они приходят, мы начинаем с самого элементарного. ну, не элементарного, конечно, но самого такого, как вам сказать, безобидного пока для себя. А потом переходим на более сильные вещи. Приходит некая сущность, слушайте внимательно, приходит некая сущность, она вселяется в этого мужчину, тянет этого мужчину к этой женщине. Он питается только её энергией, только рядом с ней он чувствует себя мужиком, только рядом с ней он счастлив, только рядом с ней он себя ощущает, вот просто полная сила у него, только рядом с ней ему хочется жить. Он приходит домой, стены давит, он ненавидит жену, ему неприятно, ему кажется, что от неё неприятно пахнет, что она не то сказала, что она не так смотрит, что она вечно достает. Вот. Он начинает не любить детей, он начинает чувствовать себя несчастным, у него стеклянный взгляд, он абсолютно чужой человек, внутри него вообще другая сущность. Поэтому женщины, которые хотят мужчину, я говорю, вы тело получите, но тот, которого вы любили, он таким уже не будет. Он придёт к вам, просто его тело. Просто тело. Вот. Он будет, ну, он самый, он не будет к вам ласков, он не будет вас любить, он будет тебя дубасить, пить, издевать. Ну, вечно не длится, может продлиться, например, заказчица себя чувствует, отлично чувствует до того момента, пока не стала с ним жить. Ну, вечно. Есть приворот на 13 лет, есть на 30 лет приворота, столько и чувствует. И он, самое интересное, не уходит потом. Он будет с топором бегать, рубить её, но не уйдёт. Вы не видели такие семьи? Вот ни с того, ни с сего они поженились, и все начали подозревать, что-то сделано, но не мог он на ней жениться. А потом начинаются скандалы, ненависть. Они вместе не могут жить, они друг без друга не могут жить. У них просто, ну, ад тут даже кажется детсадом рядом с такой жизнью. И какие могут там рождаться дети? Никакие. Когда женщина приходит, женщина, когда приходит, ты объясняешь. Вы поймите, лучше, может быть, подождать, может найти своего мужчину. Нет, я хочу, мне плевать, мне всё равно. Это они сейчас говорят, они думают, что ты их запугиваешь просто. Когда ты объясняешь, вы поймите, вот так и так будет, она, я на всё готова, а потом приходит, снимите, спасите и так далее. Конечно, я могу снять, но снятие намного дороже, чем приворот. Пусть найдёт и приносит. Это её расплата, извините. Свою работу разрушать тоже весёлого мало. Снимается ли приворот? Конечно, снимается. Снимается, но более сильным мастером. Работа моя, например, снимется только тем, кто мне ровен, кто мне ровен увидит в этой работе, работу профессионала, и не снимет. Я ещё раз говорю, снимать редко кто, но это снимается. Это не вечно длится, это возможно снять. Но только сильные, а сильных мало, понимаете? И не факт, что тот, который сделал, согласится снять. Абсолютно не факт. Потому что не все хотят свою работу нарушить. За это потом расплата. Эти деньги, которые тебе предлагают, потом боком выйдут. Ты можешь на операцию это всё отдать. Вот в чём дело. Добрый-добрый. Так. Итак. Снимается. Что потом происходит? Происходит пустота в жизни. Мужчина, как после сна, вот прямо открывает глаза и понимает, что он потерял много лет. Дети его ненавидят, потому что он издевался над ними. Жена его видеть больше не хочет, потому что она насмотрелась, у неё просто страх и ужас вообще от этого человека близко за километр не хочет. Он одинок. Женщина, которая его приворожила, убежала куда-то от этого ада и не хочет его видеть. Сняла она это или просто сбежала, не иметь значения. Ну, в общем, пустая жизнь. Потому что во время приворота вы стираете полностью всю жизнь мужчины и рисуете новую, свою схему. То есть пишете свой сценарий его жизни. Приворожённые мужчины долго не живут. Они начинают пить, пить и, как правило, умирают. Ну, 57, 58. В общем, до 65 они, как правило, не доживают. Это раз. Потом. Да. И ещё раз говорю, дорогие друзья, увезти можно только того мужчину, который к этому готов морально. Да-да-да, есть такие. Мне одна приходила, просила, умоляла. Она не бедный человек, готова была. Есть у меня ритуал от лени. Конечно, урия лень. То есть приходила сначала, там одного парня просила. Это очень, я, естественно, сказала, объяснила. Она на всё готова. Я это сделала. Через некоторое время она нагуляла с ним. Потом пришла, начала просить за другого. Тот уже за ней бегал. Тот уже грозился. Тот поджёг ей двери. Великим трудом. Она отделалась, убежала к тётке в Сочи. Некоторое время там отсиживалась. Пока он здесь в армию не пошёл. И, в общем, вот каким-то образом, как-нибудь, это всё закончилось. А что касается... Да-да-да. А что касаемо... Что я хотела вам сказать. Есть посильнее привороты на много лет. На 30 лет, на 36 лет. На 44 года разные. Это и называется пожизненно, поскольку 44 года он еле доживёт с такой-то жизнью. Есть такие привороты. Но... Это уже связано с мёртвым миром. Это уже нужно идти... Я вам говорю ещё раз, как правило, женщины уже приходят, зрелые женщины, умные женщины, приходят, значит, делать приворот, вот, из чувства мести. Вот он со мной вот так поступил, а я хочу, чтобы он меня любил, а я ему указывала на дверь и так далее. Как правило. Значит, второй момент. Что случается после снятия приворота? Я вам ещё раз говорю, она своё наказание, та, которая заказала приворот, уже получает, здравствуй, Марьян, живя с ним, она уже так получает, что после снятия, опустошения жизни. И очень может быть, что очень долго не сможет создать семью, а может и навсегда. Она накликала себе беду, окружила себя демоническим миром. Она им должна, она их должница. Они же привели этого мужика, ну и что, что она заплатила деньгами, это ни о чём не говорит. Такие чёрные работы заказывающий человек должен много раз думать. Поэтому те, которые говорят, без греха, ничего с вами не будет, всё будет хорошо, будете любить друг друга, будете друж-дружку, не знаю, в гости ходить, будете обожать, у вас всё будет хорошо, и дети у вас будут приворотом, счастья не получается. Искусственный цветок не пахнет. Приворожённый мужчина счастья не приносит. Учтите это, я вам ещё раз говорю, и тысяча пятый раз. Но если вы хотите, делать это можно. Делать это возможно, это точно такая же работа, видимо. Ничего там особого нет, такая же работа. Но прежде чем прийти, подумайте. Человек, который сразу берётся привораживать, и тем более сразу же вам советует, значит, первым делом делать приворот, когда вы говорите, что семья рушится, что делать? Это человек, как правило, аферюга. Потому что ни одна зрелая ведьма не будет вам предлагать тут же делать приворот. Конечно, обрисовывать вам, что будут райские сады, и всё будет хорошо, и всё будет прекрасно. Я понимаю, у меня была одна женщина, которая пришла ко мне, со мной поговорила. После того, как я объяснила, что этого делать не нужно, она обиделась. Она сказала, что я ни хрена не знаю, не умею, если бы я умела, какая мне разница, я деньги беру и сделала бы всё, что угодно. Но это она мне не решилась говорить, она сказала женщине, которая ко мне направила. Вот, через некоторое время она опять пришла ко мне, сказала, что какому-то мужику, она заказала приворот у какого-то мужика. Этот мужик сказал, что надо сначала почистить её дом. Пришёл, и он действительно почистил ей дом, только обчистил он, обнёс. Он всё забрал, и она поехала в милицию на него заявление писать. Теперь пришла ко мне и говорит, можете теперь вы взяться? Я говорю, интересно, а на меня какую статью хочешь потом повесить, я не пойму. Понимаете, вот тупой женщине ничего ты с этим не сделаешь. Как курица не станет профессором, так и глупая женщина никогда не станет умной, если она собой не займётся. Так вот, это такой случай. Были случаи, когда после того, как оплатили огромную сумму, и был приворот, и обещали через 5 дней вернуться, через 2 дня вернуться, значит, и прочее-прочее, через 5 и 2 дня это нереально невозможно. Когда берёшься за приворот, ты говоришь, я беру за своё потраченное время, энергию и силы, а всё остальное я тебе не гарантирую. Потому что приворот – это такая вещь, если сила определённая сопротивляется, хоть ты пейся об стену, ты будешь работать до бесконечности, не получится. Поэтому, когда говорят гарантии стопроцентные, как одна говорила в цыганской юбке, вам нужны гарантии, я вам их отдаю. И куда она исчезла, непонятно. Вот. После. Потом, когда выставили этот журнал, где там написано было «Алёна Полыня», «Экстрасенс Кремлёвский», значит, «Тайная ведьма звёзд» и прочее-прочее, я смеялась вслух. Дорогие люди, эти журналы продаются возле метро. Сейчас никто ни за что ответственности не несёт. Любую информацию, когда ты идёшь издавать, тебе пишут, что за эту информацию ни редакция, ни кто иной ответственности не несёт. Ты что хочешь? Вот какое заглавие хочешь? Какое тебе вот пришло от балды? Ты можешь взять и придумать. И, собственно говоря, ты можешь придумать любое заглавие и платить деньги. Это где-то вот такие статейки в этих бульварных газетах «Жёлтой прессы», которых полно и полно. Ну, где-то 5 тысяч, 7 тысяч. Там могут написать, что ты заказала. Хоть напишут там, ты экстрасенс Кремля, хоть напишут и... Это попытки, это жалкие попытки, последние попытки хоть как-нибудь, хоть как-нибудь о себе напомнить. Но я хочу вам сказать, что доверия нет ни к этим журналам, и население Москвы, они настолько избалованное... Да-да-да, слишком я сильная, ты права. Население Москвы настолько избалованное, дорогие друзья, что эти бульварные газетёнки для них смешно. Они знают, кто там печатается, для чего это делается, да? Мы каждый день смотрим «Умерла Пугачёва», все плачут, все сочувствуют. Заходишь, а там какая-то хрень. Для лайков, для просмотров это делается, для своей рекламы. Или раскрыли всю правду о этом человеке, оказывается, он там инопланетянин или марсианин. Хотите, я могу на спор в нескольких журналах напечатать, что я из Марса. И они серьёзно это напечатают, и аргументированно я там хорошую статью придумаю, поставлю. Им всё равно, что печатать. Поэтому, когда для людей из периферии, для людей из какого-то райцентра означает, что если в Москве в каком-то журнале про кого-то напечатали, значит, всё это правда или так и есть, то для меня, живущего в Москве, человека, понимающего, что настолько нету доверия, абсолютно никакой, никакого доверия ни к этим журналкам, ни к этой фигне. И я когда-то хотела свою статью издать, знаете, «Тайная власть» есть такая, про магию. Это такая газета, ну, она известная газета. Но когда я зашла и увидела всех этих могулек, которые там приворожу, напущу, дочь пророка одна есть, значит, пророченница 20-го поколения, прямой потомок, значит, царя Давида, прямой потомок Христа и кого-то ещё там напечаталась одна баба, я когда это посмотрела, я думаю, я не буду дешевить своё имя, не хочу. Поэтому, значит, о чём я говорю? Я говорю о том, что фальши очень много и очень смешно этому всему верить, доверять. Если помните, про меня издали в журнале, кстати, сделала это «Русская диаспора» Испании. Испанский журнал, португальский, итальянский перевели на три этих. И это журналы, которые пользуются спросом, собственно говоря. Но почему-то я не подумала, что это мой звёздный час. Вы понимаете, сейчас люди настолько избалованы, через пять минут забывают. Ты должна настолько быть конкурентоспособной, чтобы выдержать. Когда я стала выкладывать свои ролики, свои ритуалы, столько людей это начали выкладывать, всякую ахинею выдавая за ритуалы, что я поняла, с ними бороться сейчас бесполезно, их очень много. Да, есть и потомок, графы Дракулы, ты шо? И я поняла, что единственный способ мне бороться с этим всем, просто держать марку, держать свой уровень. Больше никак. Это невозможно. Они могут накрутить 40-50 тысяч подписчиков, и люди, которые заходят, охреневают. Боже мой, столько тысяч, значит, что-то умное. Они могут на каждый свой ролик, который ахинея полнейшая, там, 500-700 тысяч просмотров накрутить. И всё настолько фальшиво, понимаете, дорогие люди, что единственный выход для меня и для людей моего уровня, это просто держать марку и быть той, которой я являюсь. Я что, не могу подписчиков накрутить? Зачем мне это надо? Вы же знаете, что за месяц три раза, когда сливать профиль, не может быть у меня подписчиков 50 тысяч, это точно. Даже 10 тысяч не может, и даже 5 не может. Оно всё идёт постепенно, постепенно. Граф Дракула. Граф Дракула, вообще-то, если честно, товарищи начальники, Дракула-то умер бездетным. Я не знаю, откуда у него потомки появились. Не знаю. Но все почему-то приписывают себя к Дракуле. Я просто не знаю. Собственно говоря, Дракуленыши, да. Ну ладно, пусть припишут. Мне одна приходила и говорит, у нас инструктор, она сказала, что она вот из определённой какой-то планеты, Альфа-Центавра, что ли такое. Я вспомнила фильм советский, помните? Я из Альфа-Центавры. Настолько люди необразованные, неначитанные, что какую-то любую ахинею можно и вот так втюхнуть им. Они сразу поверят. Один ходил там на башке леса, шаманил. Не знаю, чего. Ему говорят, а вы откуда? Оказывается, он хрен знает откуда же он был-то. Блин, я уж не помню. По-моему, из Нижней Новгорода. Послушайте, но шаманы-то надо рождаться в роду шаманов. Я про шаманов уже рассказывала. Или рождаться, или всю жизнь там жить. Нет, это не Трамп. На башке был. Есть такой один товарищ в очках там. Ну, смешно. Ну, вот эта декорация, этот дешёвый театр. Вот. И, собственно говоря, да, про Дракулу. Не было у него потомков. И вот эта женщина. Вот она сказала, что она из Альфа-Центавры. Как вы думаете, она права? Я говорю, конечно, права. Я, например, из Марса прилетела только вчера. Она на меня смотрит вот так. Я до сих пор помню её. Алсу. Ой, как мы с Лёшей потом смеялись, однако. Всё сбылось. Всё, что я ей сказала. Полностью. Но дело не в этом. Дело в том, что она была недовольна, что я над ней посмеяла. Я говорю, а я с Марса. А что вы мне не верите? Ну, а как? А как? Вот тормоз. Я говорю, ну, а как? Так, если вы верите, что она с Альфа-Центавры, почему вы не верите, что я с Марса? Я не могу понять. Я чем-то хуже вру? Как-то не так говорю или чего? Ну, а что, такого не может быть? Я говорю, может, конечно. Вот перед вами марсианка и сидит. Веришь, нет? Ну, в общем, о чём говорить? Итак, перейдём, значит, приворотом. Про гвозди. Гвозди вбивают. Делая приворот, гвозди возле дома не вбивают. Если только от гроба. Но гробовыми гвоздями, люди дорогие, это не приворот, это порча делается. Вот гроб вбивает возле порога, и все, кто переступит через порог, будут выходить, заходить и так далее, будут болеть. Каждый раз, проходя мимо этого гвоздя и переступая этот гвоздь, они зарабатывают себе жуткие болезни. Те болезни, которые были у мёртвых, вот те болезни, которые были собраны из всего этого кладбища и так далее. Кладбищенская земля, гвоздь и прочее. Человек, который ничего не имеет общего с магией, возьмёт там кладбищенскую землю, подумает, что можно посыпать, и всё будет хорошо, и вот передохнут все соседи. Боюсь, что он сам сдохнет со временем, потому что могильная земля не каждому подчиняется. Нельзя просто принести, сыпать и надеяться на то, что оно тебе поможет. Они могут заболеть некоторое время, а потом это нейтрализуется. Но ты, делая такое, можешь умереть. Я знаю женщин, которые сували в гроб покойникам в селе. У них родственник помер, дед, по-моему, их двоюродный. И они засунули туда, ему в гроб, в его карман, фотографию любовницы. Ну, такие умные бабы собрались, посовещались, и с дедом отправили эту фотографию. Через некоторое время её ребёнок заболел и умер. Потому что ты не имеешь права делать никакие дела с миром мёртвых. Ты не вправе туда лезть и что-то у них потребовать и захотеть, если у тебя нет на то разрешения. Если меня трясёт после каждой порчи, которая имеет отношение к некрополю, к мёртвому миру, то представь, что будет с человеком простым. Как они на него накинутся и сожрут просто его энергию, жизнь и всё, что с ним связано. Поэтому те, которые говорят... Да, да, Лёлик. Те, которые говорят о том, что порчи налево-направо делают ведьмы, это явные идиоты. Потому что порчи настолько много забирают, скажем, да-да-да. Порча забирает столько энергии, столько сил, столько денег, столько моральных сил, столько всего, что прежде, чем делать порчу, ты должна иметь очень сильное моральное право. И даже если ты по заказу делаешь, тот, который заказывает, должен иметь право на это, чтобы ты столько не отдала. Пусёк, иди сюда. А что касается расплаты за порчу, я скажу следующее. Если человек вам причинил боль невыносимую, то изначально он уже дал тебе право ему отомстить. А после того, как ты это делаешь, ты платить не будешь ничем. Потому что у тебя справедливая месть. Согласны со мной? Вы квиты. Он тебе боль, ты ему порчу. Вместо этой боли равновесие во Вселенной существует. Зачем платить, если он уже изначально, ты уже изначально заплатила болю. За причинённую боль ты заплатила болю. Моральными страданиями, муками и так далее, нервами. Ты уже заплатила. За что ты ещё платить будешь? То есть мне пусть делают всё, что угодно. А если я порчу влеплю, так я ещё и платить буду за эту порчу. Ничего подобного, даже близко. Если человек пришёл ко мне и говорит, мою дочь изнасиловали, а сын прокурора он, я сделаю этому человеку порчу, я должна платить? А та, которая заказала у меня порчу, тоже платить должна? Как вы считаете? Нет. Потому что они уже заплатили страданиями. Они уже квиты изначально. То есть он имеет моральное право. Он имеет моральное право мстить. Вселенная говорит, тебе сделали больно, сделай столько же больно ему. Всё. Вот и всё. Ещё раз вам повторю, дорогие люди, если вы не будете лицемерами, судьба повернётся к вам лицом и будет мстить за вас. Можно и не по теме. Сейчас я договорю, можно, конечно, и не по теме. Значит, чего? И заметила клиентка. Извините, я не поняла. Сейчас попозже почитаю. Так вот. Если человек сделал вам больно, вы должны говорить, я хочу, чтобы ты за это заплатил. И когда вас спрашивают, вы хотите справедливость, и вы должны сказать, да, я хочу, чтобы он страдал так же, как и я. Пусть Вселенная рассудит, или Бог, кого вы хотите. Вы должны сказать открыто, я хочу, чтобы он страдал, чтобы он за это заплатил. Если вы в душе на самом деле хотите, чтобы он заплатил, но хотите играть такого доброго самаритянина, Бог его рассудит, я ничего ему не желаю, пусть там всё простится, я не желаю ему там зла, и всё такое, не будет расплаты ни за что. Потому что вы лицемерите, вы не говорите то, что у вас в душе. Если человек, который сжёг ваш дом, будет мимо вас проходить каждый день, может свистеть песни, кушать мороженое, подмигивать тебе. Ты в душе не захочешь, чтобы он сдох? Захочешь. Но тебя, когда спросят, что ты будешь говорить? Бог ему судья, я ему плохого не желаю, и так далее. А потом будешь приходить дома и корчиться от злости, потому что он кайфует над твоей болью. Ну так давай будь откровеннее, не будь лицемером, открыто скажи. Хочу, чтобы он сдох. Хочу, чтобы он за всё заплатил. Как мне было больно, пусть будет больно ему. И тогда вселенная скажет, есть, так и будет. Понимаете? Порчу надо выпросить, сильно напроситься. Да, выпросить надо, я согласна. Выпрашивают некоторые, очень сильно, очень долго выпрашивают, и получают. И получают уже конкретно. Пинка. Так что я вам не говорю, не проповедую, идите на улицах кричите, чтобы он сдох, я такая злая, я плохая. Просто когда вы говорите и думаете, ваши мысли и слова должны совпасть, тогда он ответит. А так вы говорите, я ему зла не желаю, а потом говорите, нет в мире справедливости, вот он мне сделал зло и ни за что не платит. Так вы же перебивайте свои желания, вы же не просите, вы не говорите вселенной, мне плохо, помоги, отомстись за меня. Вы говорите, я не желаю плохого, не надо, ничего не делай. А потом думаете, нету справедливости, никто за меня ничего не делает. Вот и всё. Да, да, да. Не все, конечно, заслуживают порчу, понятно, кто сказал. Те, которым делали порчу ни за что, Алёна, те люди обязательно найдут выход, им обязательно помогут. Они настрадались и, как вам сказать, они настрадались и им обязательно дадут выход из этой ситуации. Но те люди, которые заслуживают, им не дадут ни спасения, ни помощи. Они будут под бабком таскаться, ходить, бабки будут отказываться, видя работу профессионала, потому что им это нафиг не надо, и они видят, что это заслужено. Если человек хочет, чтобы ему открыли дорогу для очищения, для помощи, для спасения, этот человек должен раскаяться. прежде всего попросить прощения за свою гадость, которую делает, причинил боль человеку, попроси прощения. После этого тебе откроется дорога и тебе помогут. Колдун почувствовал какую-то защиту на меня и был в ужасе. А отчего он так боялся? Это когда он почувствовал? Если он почувствовал сейчас, то ты не забываешь, что ты мой друг. И более того, ты мой брат. Если он сейчас почувствовал, если он чувствовал раньше, это род у тебя. Я тебе уже говорила про твой род. У тебя сильный-сильный род. Особенно по линии матери. И до того, как ты вообще родился, ей снилось, как тебя назвать и прочее, и прочее. Понимаешь, приходил старик и снился он твоей маме. Ты можешь угомониться, ну не к тебе-то. Ну что такое? Там у нас многодетные живут. В день по 50 раз выходят, ау, это джунгли отдыхают. И вот пусть их ненавидит. Просто черной ненавистью терпеть не может. Какой спит-то еще? Пусть и меня уложит, сам не будет спать. Пожалуйста, Алена, я рада, что помогла. Месть, мелкая месть за то, что тебе не дали или не купили в детстве мороженое, это плохо. Мелкая, мелочная месть. Если человек тебе не нравится, он говорил, женщина, женщина что, женщина? Женщина сделала? Или как? Если рядом лает, вот лежит под ногами. Если ты мелочно мстишь, есть люди, которые, знаете, настолько привыкли вот жить два года, ну, значит, моя защита. Хе-хе-хе. Есть люди, которые привыкли настолько гадко жить, что они изначально, знаете, еще пока дружат с тобой, да, и сохраняют твои переписки, чужие переписки. Они ой, что ж тут пропало, извините. То есть, они сохраняют все, ну, все, я уже начинаю злиться на тебя. Мою защиту, кстати, я тебе скажу, видели у одной женщины, которая поехала в Казахстан к своей родне, и она говорит, что там, когда женщина посмотрела, та, которая делала, собственно, их семье, я извиняюсь, сейчас переверну, посмотрю, есть ли там зарядка. Да, вроде есть. Которая делала их семье, она сказала, что скажи мне, кто тебе поставил защиту? И она говорит, я посмеялась, я говорю, ну, ты ее не знаешь, она молодая женщина. Говорит, не может быть такого, молодая так не ставит. Так что, да, чем помочь вам? Прямо здесь я помочь не могу, надо ко мне обратиться и написать лично. Да, что ты будешь делать с этим? Ну, пускай ходят там эти джунгли, но тебе они мешают? Пусек, я понимаю, что ты их не любишь и все такое, ну, что теперь делать? Выгнать мы их отсюда не можем, потому что там дети. Давно бы выгнала эту хрю-хрю. Ой, так, следующий момент. Про месть мы сказали. Итак, друзья, насчет, насчет приворот. Нужно ли делать приворот? Не нужно ли? Это дело каждого. Я считаю, лично я. Я хочу вам сказать, что ведьма, если делает приворот, только чтобы отомстить, вот чтобы причинить боль, чтобы вот он ходил за тобой, как собака, и выл, только для этого ведьма делает приворот. Ни одна ведьма для себя не делает приворот, ей это не нужно. месть за заведомо причиненный злой, это правильно. Я согласна. Это не просто правильно, это достойный отпор, и так должно быть. Если каждый человек именно так будет мыслить, то никто не даст как бы себя в обиду. только бедные несчастные прикрываются какими-то моральными устоями и позволяют пинать себя и издеваться над собой только потому, что они считают, что этого делать нельзя, что надо прощать и прочее, и прочее. Прощая преступника, прощая морального урода, ты приумножаешь зло на земле. зло должно быть наказано за свои злодеяния. Так надо. Иначе он не поймет, что он был неправ. Итак. Да, работает. Приворот может так работать. Спасибо, Марго. Мне тоже очень приятно. Моим врагам, мои враги отдали бы очень многое, Маргарита, чтобы обратно вернуться в избу. Я тебе скажу честно. И их ненависть и злость из-за того, что они отшипенцы их выкинули отсюда. И именно это их злит, и именно это есть предмет ненависти, что их выкинули. Они бы многое отдали, чтобы быть здесь, потому что здесь есть действительно личности, здесь разговор, здесь достойное общение и прочее, и прочее. Но нафиг они не дались. Мы мусор не возвращаем. Что бы этот мусор не делал. И шантажом, и всем на свете верни меня, а то хуже будет. но нет. Знакомые, которые общались, но они подглядывают и пытаются выудить новости. Зачем это надо? Что именно имеется в виду? Новости какие? О чем? Я знаю, что хотят моего внимания. У меня очень сильная энергия. Люди после разговора со мной же говорят, что их проблемы начинают решаться, и поэтому они всегда, даже люди, которые ко мне плохо относятся, они от меня хотят энергии. И пока я обращаю на них внимание, я даю им энергию. И бывает иногда, что я все-таки человек, и на несправедливость не можешь молчать, спокойно смотреть. Бывает больно, неприятно и прочее, особенно, когда порочат твое имя. Но потом ты понимаешь, что смысла нет, и эти люди не за правдой пришли, а они пришли гадить. Одно покажешь, а не другое скажут и так далее. Это будет без конца. Поэтому это надо заканчивать, и я, собственно, уже и забыла про все это. Да, я снюсь к переменам. Спасибо, Елена. Как живу, с кем живу? А, я сейчас скажу. Лена, спасибо за такие слова теплые. Я тебе объясню, что хотят люди, которые очень много хотят о тебе узнать. Такие люди, как правило, такие, знаете, интриганы, причем мелкие интриганы, потому что интриганы более такого, высокого уровня. Они, я снюсь к переменам, Лена. Я только хорошим переменам снюсь. Не потому, что я такая вся хорошая, просто я снюсь к переменам. И завистники в основном так расспрашивают. И расспрашивают люди, которые хотят завтра-послезавтра против тебя иметь какие-то компроматы, понимаешь, что-то такое. Вот для этого. Никогда не стоит посвящать людей свою жизнь. Крепче будет дружба, когда меньше знаете друг о друге. Хотя, я никогда в жизни, никогда в жизни не показывала какие-то переписки. Я могла показать то, что они написали в другом форуме. Вот что они писали месяц назад про меня, да, или год назад. И что сейчас, насколько это лицемерно и грязно, и неправда. Но переписки я никогда не покажу ни с кем. Я никогда не покажу то, что мне лично было доверено. То, с чем человек делился. Понимаете, если мы будем терять человеческое лицо, то представьте, мы вот общаемся с вами, да, и мы должны сейчас взять, все это протоколировать, все это записать, все это сохранить на всякий случай, чтобы, когда завтра, послезавтра мы поссоримся, мы откроем всю эту переписку и всем покажем, о чем мы говорили, что мы говорили. Это на что будет похоже. Тут уже нет ничего людского, да, тут человеческого лица уже нет. Если я ссорюсь с человеком, он для меня погиб. Его больше не существует. Я вычеркиваю жизнь. Я никогда в жизни не буду ходить, выпитывать, говорить, открывать переписки. Ну, на что это похоже? Нормальный человек, достойный человек, разве такое делает? Это нереально. да, не то, что компромат. Если человек изначально сохраняет против тебя компромат, изначально сохраняет твои переписки, у него уже грязная душа, он уже привык настолько предавать, и столько раз у него это было, что он уже изначально пытается, как бы сказать вам, уже накапливать что-то против тебя. Согласны? Такой человек не может быть искренним. И самая страшная для него трагедия, для такого человека, что он сам-то не счастливый, это синдром нейрона называется, когда всех подозреваешь, все тебе враги, всех ты ненавидишь, на всех собираешь компромат и прочее, прочее, это они сами очень несчастны, потому что они знают, что если они собирают против кого-то компромат, значит, и против них кто-то собирает. если они чьи-то письма сохраняют, значит, их письма тоже сохраняют, они должны быть осторожны. Ну, кому это надо? Но даже если, дорогие друзья, вот предположим, да, вот открыть чью-то переписку, показать, о чём вы говорили, всё это наружу вывернуть, показать, ну, и на сколько это хватит? Ну, один день, два дня, все прочитали, все увидели, и всё. Собственно, и всё, правильно, вся интрига пропала, ну, вот смысл, можно, конечно, молим, но зато ты уже будешь выглядеть как, в каком свете, и какое может быть доверие к тебе. Всё, весь сказ. Завистливая баба делает привороты на твоего мужа, думает, что весь секрет твоего счастья, успешность твоего, что ты сама, да-да-да, делают, очень глупо делают, считая, что они, да, они герои себя считают, манят, Лен, ну, это дешёвый героизм, это самый дешёвый героизм, что ни на есть. Что я, о чём я? Да, весь секрет успеха женщины, это в том, что она не боится никого терять. Когда вы не боитесь потерять этого человека, вы успешны, не бойтесь никого терять. Не из-за того, что, говорят, тот, кто твой, не потеряется, не уйдёт. Просто я хочу вам объяснить, что у женщины внутри, вообще у сильных женщин, тем более, есть такая особенность, когда человек пытается уйти, когда человек пытается тебя предать или предаёт, у тебя все чувства к нему исчезают. Ты уже без боли его отпускаешь, вот и всё. Вселенная, она мудрая, она не будет причинять боль. Если человек уходит, если люди должны расходиться, у них начинает наступать период холода. Так, неделю свёкор снится, кажется, он отойдёт в этом году, причём муж спонтанно бороду отращивает. А в каком качестве он снится? Если он снится радостный, весёлый, бодрый, молодой, то умрёт скоро. Спасибо. Что я весёлая, тёплая. Я простой человек, просто без понтов. Чем человек выше, тем проще. Вот себя похвалила. Если вы проводите чистку, то защита после чистки ставится. Конечно, да, чтобы это не повторилось. Ставится чистка, защита, открывается очень много нового в жизни человека, иначе толку не будет от чистки. Через некоторое время может это повториться. Если есть человек, который всё время это делает, он может повторить. Конечно, у него уже не так получится, как раньше, но в любом случае может повторить. Да, эмоция страха, чего ты боишься, то тебе и приходит. Сколько было это доказано. Все люди, которые ужасно чего-то боялись, Гоголь жутко боялся быть похороненным живём. Жутко боялся. И он всё время просил, что пока у него не начнутся какие-то трупные всякие проявления, чтобы его друзья не хоронили. У них был ужасный страх от этого. Собственно говоря, его и похоронили живём, потому что он постоянно об этом думал, всё время крутил в голове, как киноленту, а мы знаем то, что ты часто думаешь. Вселенная не думает о том, что ты этого боишься или не боишься. Он думает, что если ты часто думаешь, значит, тебе это надо, и оно тебе даёт. Я же вам говорила, объясняла, что для более высшего космоса не существует слова «не». Не хочу или не буду. Когда я говорю, я благодарю мир и Вселенную, я не говорю, спасибо, что я не голодаю. Я говорю, спасибо, что я сыта. Спасибо, что у меня есть сын, что у меня родители живы-здоровы. Спасибо за всё, что ты мне даёшь. И прочее, прочее. Я стараюсь в таком, понимаете, положительном формате говорить. Так что, боишься ты старости, ты будешь сходить, ну, стареть. Вот. Боишься сойти с ума в старости? Отсеките эту мысль. А что бояться, если вы сойдёте с ума, бойся, не бойся, ты сойдёшь с ума. В любом случае. Правда ведь? Тогда чему сопротивляться? Кто сошёл с ума у вас в роду? Нету таких. Всё, успокойтесь. С чего ты должен сойти с ума? Некоторые, знаете, боятся на старости лет оказаться обузой для детей. Вдруг не смогу ходить, вдруг не смогу это. И так и случается. А я знаю стариков таких бодрых, что мне, блин, 10 очков вперёд дадут. Просыпается 6 утра, и всё они могут, и всё успевают, у них гектар они обрабатывают. Я 2 метра иду, я уже всё, как это, блин, это я старая, а не они. Собственно говоря. И они умирают прям бодрые, спокойные. У меня бабушка до последнего там пахала на своих землях. И умерла она за... За 2 дня она заболела и умерла. Знаю, что нету. А чего вы боитесь тогда? Это обычно наследственное сумасшествие. Если этого нету, какой смысл? Да, вот именно что. Потом, знаете как, хорошую смерть надо заслужить. Вот у меня все мои предки ушли хорошей смертью. Они быстро ушли, они без мучений ушли. Все. Одна моя прабабушка только ушла, долго мучилась, несколько лет лежала и постоянно я была рядом, она мне что-то рассказывала, я ей просто рассказываю. Очень мудрые вещи. И почему так случилось у неё? Потому что она перед... Вообще, ну, последние годы она прокляла эту силу. Она потеряла двоих детей. Она ненавидела, что ей это дали, понимаете? Её наказали тем, что ты не имеешь права даже роптать. Ей было очень тяжело вот это всё перенести. Вот из-за этого она расплачивалась. А так моя бабушка отцовая мать ушла. Один день заболела, второй день умерла. Мой дед ушёл, сам не понял, вас не умер. Кто у нас ещё там? Все мои родственники старшего поколения. Её сестра ушла легко, другая сестра легко ушла, привезли в Россию, а ей стало плохо, что-то нехорошо. Вот её отвезли на родину, она умерла через два дня. То есть они быстро уходили. Очень спокойно и безболезненно и в глубокой старости. Вот, уважаемые люди. Так что не надо думать. То, что будет, уже будет, и это вы не исправите. Которые постоянно, каждый месяц, кровь месячная опаивают, их чистить и снова опаивают. Закрой. Ставь запрет на кровь. Я как-нибудь покажу. На крови читается и даёшь указание, чтобы этого человека кровью больше никто портить не смог. Потом машет эту кровь ему на руки или на его фотографии, где он полный рост стоит. На руки, на лоб. Как-нибудь напомни, я дам такой ритуал. Ставить запрет на кровь, чтобы кровью больше не могли его привораживать никто. Есть такая вещь, как бы, и это избавит тебя от этих всяких трудностей. И знаю таких вот полоумных личностей, которые постоянно, постоянно, пока до могилы не доведут, просто есть, есть, есть такой ритуал. А как же, если мы не поставим какой-нибудь запрет, мы вечно будем это делать. Бесконечно. Что я хотела сказать? Я помню, когда говорят, что Папанов каждое утро бежал несколько километров, и кто-то из его друзей, тоже актер, сейчас не помню кто, Рыбников, по-моему, через балкон смотрел и говорил, Толя, от инфаркта не убежишь. И он действительно от инфаркта и умер, что не странно, увы. Великие были люди, конечно, великие, таких актеров сейчас, к сожалению, нет. Будет ли, не знаю, но нету. Так что, вот так. Какой еще у вас есть вопрос, вот, касаемо той темы, которой я, просто я так развернуто вчера рассказала, что я подумала, ну, что еще я не дорассказала, вот вы смотрели. Спросите, вот, что вам было непонятно. Да, да, великие. Они не играли, они жили этой жизнью. В больницу загремелось, что это пока бабку одну свекров не привела, не могли помочь. Может, может и в больницу загреметь, может и умереть. Все что угодно. Я еще раз говорю, если мужчина не спал с этой женщиной или не имел никаких видов на нее, или не было у них любви и прочее, прочее, он вполне может очень сильно заболеть. Для него это просто практически порча. я извиняюсь, еще раз проверю, что он там надоедает. Кто там? Пусть. Там никого нет. Это тебе кажется. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот нету здесь никого, пусть я кого-то там чувствую. Ты меня достал, пусть я. Иди ты уже посмотри. Давай, марш отсюда. Есть такие дни, что такие вот активные дни, что пусть я кого-то видит. Вот. Про вампиров, да? Да, есть такой анекдот. Сейчас расскажу. Заходит вампир княжеского происхождения в ресторан и говорит, дайте мне кровь первого сорта. Вот принесли, налили, он выпил залпом, положил там сто долларов, вышел. Приходит такой среднестатистический живущий и говорит, дайте мне кровь второго сорта. Налили, принесли, выпил, положил пятьсот долларов и вышел. Заходит бомж, вампир. сел такой и говорит, дайте мне кипятка. Принесли кипяток, поставили, он туда окунает тампон и говорит, хоть чайку-то попью сегодня. Вот вам про кровь анекдот. I'm sorry, но мне нравятся такие анекдоты, но надо уметь рассказывать. Так рассказывать, чтобы не было, ну, знаете, как-то не выглядело вульгарно. Да, мы чайком побалуемся сегодня. Всякие бывают вампиры, так что не удивляйтесь. У кого на сколько денег хватило? Вот, дорогие товарищи. Нормально чего тут такого, Натали? Для них это нормальная вещь, это тебе, фу-фу-фу. А им хоть бы что. Есть такая болезнь определенная, вампиризм называется и уже доказано врачами, когда человеку постоянно нужна кровь. Они, конечно, не едят людей, не пьют людскую кровь, но кровь человека это не просто знаете, физиологическая какая-то часть тела, скажем, не просто жидкость организма человека. Кровь человека вообще по разным книгам священным и прочее там сказано, что в крови находится душа. Именно поэтому нельзя есть животное, которому не пустили кровь. Именно поэтому кровь считается священным и кровь это генетика ваша. Через кровь все передается. Здравствуйте, Рома. Не знаю, зачем, мы уже про это говорили, про это яйца и прочее, прочее. Сейчас не будем к этому возвращаться. Так вот, когда вы заключаете договор с определенной силой через кровь, подождите секунду, переливание тоже отдельная тема, если это касается жизни и смерти, конечно, нужно делать, иного выхода нет. Но переливание тоже, да, вы берете определенную судьбу этого человека на себя и нужно потом эту судьбу скинуть уже, когда вы спаслись. В крови человека вся его генетика, все, что есть, все, что пришло от его предков и прочее, прочее. Поэтому, когда вы заключаете с кровью договор или капаете свою кровь, как одна полоумная капала свою кровь на могилы и учила, как надо очищать себя. То есть, она всю свою генетику, все свои поколения туда, вот это, да, это самый крутой приворот послать на три буквы, потому что ты посылаешь туда, куда она хотела, собственно говоря, и мечтала. так вот, кровь, здравствуйте, божина, это не просто жидкость, это часть души человека, это его судьба, в крови его генетическая печать, все, что он передаст своим детям, все, что ему передали его предки и прочее, прочее. Поэтому с кровью будьте осторожны. Так вот, есть такая болезнь, при которой кровь нужно пить, для того, чтобы выжить в крови, есть определенные элементы, для того, чтобы не пить, естественно, человеческую кровь, они пьют, они заказывают специально в этих скотобойнях кровь, бычью кровь, еще что-то кровь и прочее. Следующий момент человеческой крови, я знаю такой случай, когда женщина болела раком, болела раком и ей посоветовал один шаман, единственный выход это выпить человеческую кровь только своих родственников. Вот такой был совет непонятный, это в советское время еще. Когда она пошла, значит, когда она пошла к врачам, заплатила денег, это все было секретно сделано, суеверие, что-то могут наказать за такое, из партии выгнать и прочее, и прочее, и попросила, чтобы она приходила, этот доктор каждый вечер и пускала кровь у одного из ее родственников. То есть, она брала кровь, и вот ее поили этой кровью где-то три месяца, вся родня, по очереди сдавали ей кровь. Она каждый день пила определенные там 200-300 грамм крови. и что вы думаете, она излечилась и до сих пор она жива. Так что кровь, она обладает, здравствуйте, Антонина, кровь, она обладает очень сильной, ну, очень такой силой, как вам сказать, необъяснимой и кровь родственников особенно. Я думаю, что этот шаман, предлагая ей выпить, здравствуйте, выпить кровь родственников, да, усилила ее родовую защиту. Я так считаю. Что за переклад от бездетности? Какой переклад? Это глупости-то все. Переклады, прочее, переклады всякие делаются. Причем здесь бездетность или... Да, 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 кровь, она... Поэтому мы говорим, да, к родной крови обращаться, к родным истокам, к духам предков и прочее, прочее. Вот, выпив эту кровь, видимо, он просто усилил ее связь с предками, настолько усилил, что каждый день вот этот генетический код вливается в нее. Этот генетический код ее спас. Ну, они сделали, да, родня сделала ради нее это, пошли на это. Я думаю, что любой человек пойдет на это, когда нужно спасти любимого человека. Матвей сегодня спит. Он после дел всяких уставший повернулся и сказал, что сегодня, наверное, он будет рыхнуть. так, что вы хотели спросить еще по приворотам? Я вас слушаю. Почему приворот на мужа сделала? Жена чуть на тот свет не отправилась, ребенок пострадал. Ну, значит, как какая-то умная женщина, в кавычках, посоветовала ей сделать приворот. Подумаю, что это спасет брак. Вот она и сделала. До обычной крови. Возможно, я знаю таких людей, которые едят сырое мясо с кровью, специально заказывают с кровью, плохо прожаренное, им это нравится. Ну, есть. Ну, пить. Некоторые хотят много пить, Яна, но не пьянеть. Сырое мясо это очень хорошо, но ты будь осторожна, бычьи цепень есть. Такая штучка. которая растет внутри нашего организма и становится на несколько метров. На несколько метров. Хорошо, да, да, сырое мясо это не, то есть, не новость, сырое мясо всегда ели. Особенно оленину тоже едят, не жарят ничего. Но это чревато, потому что вот эти черви, они там размножаются. Преворожен, может не помните, определенный период, когда находится под любым, или скорее всего была обморочка. Прекрасно он все помнит, все понимает, просто если это все снимается, он просто прозревает, открывает глаза, и она становится ему противна. Все исчезает, вся эта любовь. Преворот действует через поколение? Нет. Нет, нет, это на определенного человека наведено, и все. если даже женщина, которая приворожила его умрет, сразу этот приворот исчезнет. Еще раз, сейчас посмотрю, что там. Чат пропал, ни с того, ни с сего. Ну-ка, товарищи, покажите еще раз. Ну, что ты будешь делать? Пропал и все, не вижу. Сейчас почитаю. Про что-то там интересный был вопрос, но я не успела. Ну, сейчас, наверное. Могу из другого телефона глянуть. Давай, давай. Исцелен, когда кто обливает человека, есть, есть, есть такой ритуал, это с твоей крови передает крови животного. Заговоров на тортик может приворотом быть и сработать. Господи, да можно на что угодно приворот начитать, и он сработает, только я вам хочу сказать, что это чревато. Простой женщине это делать нельзя, но сильнее всего привороты действуют на кровь, конечно, особенно кровь месячных. Может женщина приворожить лесбию, приворожить обычную женщину, может, сама нет. Через человека, который этим занимается, может. Какая разница? Приворот это притянуть, привязать двух людей, а какие они разнополые или однополые вообще значения никакого не имеют. Вообще. Просто некоторые пишут, специально провожу гей-привороты особыми методами или там лесбийские, никаких особых методов тут не нужно. Просто точно такое же начитывать и сделать, только соединить там Машу и Лизу. Вот и все. открываем видовские секреты. Собственно говоря, меня поэтому могуйки и не видят, то есть не любят, ненавидят, потому что они там такое таинство там накинули себе, пуху на себя, а я как-то так очень как сказать элегантно превращаю брюки в элегантные шорты. Ходовой товар, потому что очень много одиноких людей, которые, к сожалению, считают, что приворот их спасет. Проснуться пошло на переказ и может это быть отворот. может быть, если он стал вообще чужим человеком, если он стал абсолютно... Многим вводят кровь при операциях, чистить должен специалист. После того, как человек был спасен, лучше потом пойти и попросить эту судьбу скинуть от себя. Да, благодарю. Политработник делил определяем кровь от молодых людей. Да, переливание омолаживает. Если вы хотите, чтобы у вас с лица убрались прыщи, всякие там угревая сыпы, вот эти все шрамы, раны и так далее, то у вас должны с вены взять кровь и колоть попу. И у вас будет кровообращение и обновление крови. Именно поэтому многие женщины смертельно больные, даже когда рожают ребенка, они выживают, у них полностью обновляется кровь. Начнем с этого. Ну, или пересаживают даже костный мозг. Это тоже спасает. Да, омолаживает. Это очищает сразу лицо. Вот все ходят, там всякие там средства мажут, это ненадолго. Вы хотите, чтобы у вас лицо очистилось, попросите медсестру, только ту, которая умеет делать. Зависть, зависть не порчит, зависть может только испортить вам жизнь, потому что человек постоянно направляет на тебя эту отрицательную энергию. Постоянно. Она может портить, она может стать сглазом, может стать ненавистью, но я хочу вам сказать, что завистливый человек не остановится только на том, чтобы завидовать и все. Он обязательно будет делать все, чтобы портить тебе жизнь. Зависть обязательно превращается в действие. Зависть никогда не остается на словах и мыслях. Он всегда превращается в действие. Человек, который завидует, обязательно начнет вам вредить. Что-то делать, через кого-то что-то делать, постоянно копать под вас, постоянно через кого-то пытаться на вас наводить клевету. Он постарается испортить вам имя, он постарается вам жизнь испоганить и так далее. Завистливый человек не останавливается только на том, что просто завидует и все. Этого нет. Светлана? Ой, это не та ли Светлана, которая ходит за мной тоже кругами уже пять лет в контактах. Если увели мужа приворотом, то это как-то навредит сыну. Вы знаете, Антонина, я вам скажу одну вещь. Когда наводят на мужчину приворот, приходят женщины ко мне, у которых мужья ушли и после них их жизнь пошла наперекосяк и их у них ничего не получается и брак у них второй не получается, ничего не получается. Когда уводят мужчину, наводят на всю семью. Разбивают семью, на вас наводят и болезни, и на детей могут навести все что угодно. Могут отвернуть, могут вражду кинуть между родственниками. Они делают все на свете для того, чтобы забрать вашего мужика и, естественно, закрывают вам дороги, и, естественно, вам наводят все что угодно и от смертельной порчи, и до всего что угодно. И поэтому, когда мужчина ушел, когда вы уже решили с ним не жить, когда все это закончилось, лучше это все с себя скинуть. Потому что то, что наведено на отца и на всю семью в тот момент, когда он с вами жил, очень может быть, что испортило жизнь вам и вашим детям. И она сама не чистится. Это демоны. Это определенная черная сила, которая направлена на семью. Она сама не рассосется, не уйдет. Это надо убрать. Вот таким образом может подействовать. Да. Астуда. Ну, астуда Астуда это когда ты начинаешь ненавидеть, или он начинает тебя ненавидеть. Да. Это комплексная работа, конечно. Чтобы увезти мужчину, недостаточно просто приворожить. Ведь он приходит домой, энергии жены, детей, опять перебивает эту работу. Надо их убрать, надо делать так, чтобы он их ненавидел. Надо, чтобы они ссорились. Надо, чтобы денег не хватало, чтобы была проблема, чтобы он все время выскакивал из дома, приходил к тебе. Знаете такое, да? Никто тебя в этой жизни не понимает так, как женщина, которая хочет тебя увезти из семьи. Она тебя во всем понимает. А потом со временем ты понимаешь, что любовница стала обычной женой, точно такой же женой, как и, собственно глупо. Вы сейчас написали какую-то глупость. Причем здесь другим неинтересно, из-за того, что остуда на одного мужчину. Значит, кроме остуда, там еще навели очень много всего, всякий букет. Поэтому у вас закрылась судьба. После того, как я вынула гвозди из порога, я с мужем развелась. Значит, это свекровь, или кто-то из его родственников сделал так, чтобы закрыть его дома, чтобы он ни с кем не гулял. Когда вы вынули, вы уничтожили влияние вот этого всего заговора. Поэтому я вам сказала тогда, есть разные варианты гвоздей. Если вот вбиваю гвоздь, чтобы он никогда через этот порог не переступил, пока этот гвоздь здесь, там такой-то, такой-то в своей семье будет. И вот вы вынули, такой-то, такой-то ушел. Вот и все. Собственно говоря. Но я думаю, знаете, вот это насильно привязанное. Вот представьте, это привязывается, это да, это невидимые какие-то нити, невидимые энергии, да, вот привязывается, окутывается человек там, не отпускается и так далее. А вы представьте на секунду, что это все физические предметы. Вот вы арканом привязали, вы лентой к себе прикрепили, вы там, я не знаю, поясом к себе пришпандорили, вы канатом к себе перетянули. Это же будет настолько смешно выглядеть. Так вы то же самое делаете, тем самым занимаетесь те женщины, которые тянут, да тянут его вот этими невидимыми нитями. Это все равно, что на улице кинуться на него сеткой, кинуться на него поясом, кинуться на него лентами, кинуться на него веревками, привязать, связать, перевязать и так далее. Это одно и то же. Вот это, это со стороны, если бы это видели вот именно в физическом проявлении, это было бы настолько смешно и тупо. Ну, завистливый человек ведьме очень заканчивает плохо, это самопорча. Завистливый человек заканчивает плохо, завидуя любому человеку. Это не просто самопорча, это самоуничтожение самой себя изнутри. Потому что та сила, которая внутри завистливого человека испытывает просто физическую боль. И для того, чтобы ей стало легче, она должна сделать гадость, чтобы ей подумала хорошо. Когда завистливый человек разговаривает, у него прям да, 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 это точно. Завистливый человек, когда говорит, он цепляется когтями себе в руки, он кусает губы, у него злоба, физическое проявление боли. Вот если у тебя всё хорошо, у человека, который тебе завидует, у него просто физическая боль. У него может сердцем стать плохо, у него может инфаркт случиться, инсульт и прочее. Как говорил Нельсон Манделла, человек завистливый, пьёт яд и надеется, что умрёт его оппонент или его враг. То есть это тот яд, который самого человека отравляет. Вы представьте, если человек занимается вашей жизнью сутками, у него нет других занятий, он постоянно следит за твоей жизнью, как что, сразу там опровержение снять, сразу показать, сразу какую-то гадость написать и так далее. Он забыл о своей жизни, о том, что он живой человек, у него тоже есть свои жизни и прочее, прочее. Так что, дорогие друзья, да-да-да, это какое-то, знаете, наваждение, это какая-то одержимость с тобой, это какая-то нездоровая страсть, это сродни вот этой сумасшествшей любви, только наоборот. Когда человек пытается всеми силами как вам сказать, тебе навредить, иначе ему плохо. Я думала, они меня привязали, я не хотела с ним жить. Ну-ка, еще раз, чего дальше? Уйти не могла, после уничтожения гвозди разошлось. Может быть, привязывали вас вместе, чтобы пока эти гвозди есть, чтобы вы не могли никуда расходиться, и вы жили бы вместе. Может и такое быть. Согласна с вами. Такая версия тоже рассматриваю. Это надо, видите, каждый случай индивидуальный. Маленькая пакость. Что там за помощница была? Какая помощница, про что? Спасибо, пожалуйста, я рада, что вы рады. Конечно, Яна, мастер еще тот. Это я согласна. У нее, какие у нее есть работы, то мало где можно найти, поэтому очень многие хотели на ее месте быть. Спасибо большое. Что я хотела? Прямо с ума сходит от того, что у меня все налаживается. Это про бывшего мужа. А знаешь, почему с ума сходит, Татьяна? Я скажу. Мужчины, они считают так. Вот ты без меня сдохнешь, пропадешь, кому ты нужна, тебя будут использовать, об тебя вытирать будут ноги, выкинут на улицу, и я буду кайфовать от того, что ты без меня сдохла. В общем, не выжила. А есть русская поговорка, которая говорит так. Ни одна хорошая баба, не пропала. Многие женщины говорят на спор, хочешь встретимся через много лет и увидим, кто чего достиг. Есть мужчины, которые забирают энергетику, они сжирают твою жизнь. Женщина после развода одетая, обутая, она на себя тратит, она тратит на своих детей, она за собой ухаживает, она на себе делает маникюры, она она занимается с собой. Самое главное, у нее спокойная нервная система. Она знает, что он пьяный не придет, не будет вырваться в двери, не будет издеваться, не будет всю ночь орать, не давать спать, чтобы ты утром с больной головой поехала на работу и думала, как там дети, что он там с детьми делает, и тряслась, и так далее. И эти моральные страдания и прочее, прочее доводят до ручки. Поэтому мужчинам очень неприятно, когда через много лет они видят, что все у тебя хорошо и наладилось. А они сами ходят, как в воду опущенные петухи, потому что они не знают, где носки, они не знают, где яйца готовить, они не знают, где ложки, вилки и так далее. Даже если женщина, которая рядом с ними, особо непутевая попалась и так далее. И они жалеют об этом и очень хотят видеть, что у тебя тоже плохо, а у тебя хорошо. Понимаете? Видят ли практики приворот? Конечно, видят. Обязательно видят. Если не увидят, они не смогут это снять. Это надо сначала посмотреть и увидеть. Если видят вот все симптомы приворота, уже надо снять. Если вы хотите увидеть работу Яны, можете посмотреть мой сайт «Ведьмина изба», сайт в Google или там в любой там, в любом браузере, да, и там есть отдел Ян, как называется? Ой, бризнаки, Господи, подожди. Магическая мастерская. И там работа Яны. Можете посмотреть. Я ей сделала такой подарок, я просто поместила туда, потому что для меня сайт это всего лишь формальность, чтобы она просто была. Вот сайт всей моей работы, чтобы там сохранялись. Для меня сайт это не смысл жизни, не что-то такое, чтобы я, знаете, прям за этот сайт держалась, я там не знаю, когда была в этом форуме. Я всем говорю, я в Ютубе пока, пока здесь приходите. И поэтому я не схожу с ума, вот-вот приползет на коленях, а хрен вы угадали, товарищ начальник. Поэтому, поэтому они не могут это пережить. Как фигуру видят? Нет, Маргарита, видят, скажу тебе, во-первых, видят как ошейник на человеке, прям видно, у него даже сидит, разговаривает, у него на шее видно вот это вот полоска идет, ошейник, захомутали. Потом, в глаза надо посмотреть, в глазах просто одержимость, стеклянный взгляд, как будто оттуда смотрит на тебя сущность, как не человек с тобой говорит, вот некая сущность, некое вот существо, которое вот через него смотрит. Но мужчины обычно не приходят сами, приходят их близкие, да, чтобы это убрать. Потом повадки, как он себя ведет, вот я уже сказала, какие приметы, чтобы понять, что на человеке приворот. Его все раздражает, взгляд, дети, он куда-то уходит, он ищет причину, чтобы поссориться, выскочить из дома, уйти. Когда он дома, он начинает метаться туда-сюда, обычно активен, становится к вечеру, к ночи, он начинает пить, начинает глушить себе это, от него отворачиваются друзья, он агрессивен к родственникам, он агрессивен ко всей среде, его пытаются спасти, он злится, то есть он становится агрессивный, неуправляемый, чужой, безразличный, абсолютно, не тот человек, которого ты любила. И все. Это уже самые первые начинающие признаки того, что приворот. Потом он может деньги отправить, отдать, он может дом продать. Понимаете? Какую школу? Никакой школы я открывать не буду. Нету школы магии. Хотите учиться? Вот я учу, говорю, там, жизненные мудрости, объясняю, школа это не мое, невозможно никого учить, не ясновидение, ничему-то другому, и это нереально, с этим рождаются. Никогда не научишь никого. А вот эти, знаете, интернетные фразы о том, что надо одевать, как надо, ну, это каждый может сам прочитать, не надо за это деньги платить, в какую-то школу ходить. Так вот, а потом он может абсолютно, ну, смотря на сколько сильно сделали, бывает, что по Вуду делают это вообще, это вообще, бывает, что делают и по черным делам, по могильным, в общем, по-разному. И самая эффективная магия у меня спрашивает, христианская, исламская, там, и прочее, прочее, исламской нету, и христианской нету. Есть переделанные под христианство древние молитвы, заговоры, есть восточная магия, которая почему-то называется исламской магией, хотя эта магия была еще до исламский период, да, еще в арабские времена. Самая эффективная магия, это древняя языческая, и она влияет на любого человека, на христианина, на мусульманина, на кого угодно, и прочее, прочее. Ой, спасибо, Таня. Так вот, он может до того дойти, что я говорю, продать дон тайком, и отдать эти деньги этой женщине. он может на все пойти, он может хоть своего ребенка убить. Есть такие крайние случаи, знаете, там может подраться с сыном и сбить его из-за того, что тот там не то сказал про эту женщину, и так далее, и так далее. Что происходит, когда снимаешь приворот? Я вам хочу сказать. Отношения, да, очень интересные. Давайте расскажу из вообще, ну, своего опыта жизни. Ко мне приходила женщина, точнее, дочь привела. Я помню, что они приехали насчет отца, но когда я посмотрела на нее, я сказала, что у нее, да, продали квартиру, продал и раздал, отдал, а потом остается на улице, опять примите меня и пожалеете. Никогда не вздумайте этого делать, никогда. Он должен платить за то, что сделал. Так вот, она приехала насчет мужа. Здравствуйте, Павла. А потом, значит, что я хотела сказать? А я увидела, что она умирает. Просто от нее пахнет мертвичиной, но это вам не объяснить, дорогие друзья, вы это не чувствуете, эти запахи, и слава богам, живите спокойно. Пахнет прелыми цветами, как будто, знаете, вот цветы, такие сладковатый запах смерти. Смерть не пахнет гадостью и разлагающимся телом, нет. Смерть пахнет прелыми цветами. Вот венок, вот запах листьев, такие, знаете, уже опавших листьев на кладбище. Вот такой запах кладбищенский. Не вонь, наоборот, приятный такой, приятный запах. И я, я говорю, давайте я вашей маме помогу сейчас. Ой, мы вот с собой не взяли, я говорю, давайте я вам помогу, а вы сами потом посмотрите. У меня бывают такие случаи, когда мы видим, что, ну, это все уже, надо делать потом, иначе, знаете, только труп останется. Здравствуйте, Элитка. Так вот, я с нее сняла и прочее, прочее. Потом мы начали работать с ее мужем. Я говорю, да, гвоздичный, там всякий запах. Я говорю, если вы, морг, нет, морг, морг пахнет воню, морг, это все-таки трупы, а кладбище, это все-таки духи, понимаете, это уже не тела, не трупы, а это уже души. Так вот, я сказала, если вы готовы его просить после, значит, я его верну, потому что у женщины остается обида. Даже если мужчина вернулся, даже если тысячи раз вы говорите, что это был приворот, не он хотел, ему это диктовали, внутри женщины остается обида. Она потом его жрала, блин, поедом просто, когда дочери мне позвонили, я ей позвонила, я говорю, послушайте мне, мы с вами договаривались, или вы его прощаете, или не возвращаете. Все-все, я больше не буду, просто я не могу ему просить, надо прощать. Если вы вернули его, прощайте. Ну, слабый он человек, профессор, дорогие люди, профессор, кафедры, очень уважаемый человек в Москве. Женщина, которой он построил дом, купил машину ее, значит, ее дочери, оплатил ее поездки, он все туда носил, просто. И она была в восторге. Так вот, что случается, спрашиваете, да, задаете вопрос. Посмотрите, что образовалось. Вы видите, что образовалось? Вот смотрите, я не знаю, сейчас видно, нет, вот, 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 под этим, под, огонь, ну, как огонь, типа огня, ну, под подсвечником. Увидели? И только я вижу, или вы видите? Посмотрите. Ну, отражающих предметов здесь нет. Тень огня, да, он играет. Ну, ладно, это уже мы так привыкли ко всему. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у меня самые избалованные зрители в Ютубе, потому что они видели и духов, и работы маятника, они знают все. Вот сейчас вы говорите, эти школы магии, да любой из вас сейчас может открыть салон просто, и все объяснить о духах, о богах, откуда что берется, как все делается, и так далее. Только вам, только вам этого не надо, товарищи. Просто я считаю, что моим зрителям очень повезло. Уж извините за нескромность, но я считаю, что вам очень повезло, потому что вы настолько четко, ясно все узнаете, как что и чего, что мало кому вообще снилось такое объяснение. Можно взять мою информацию, многие брали, даже те, которые ненавидят меня, брали у меня информацию, берут у меня, учатся у меня, смотрят все мои лекции, я уверена записывают и все такое, и потом выдают за свои знания. Но вы знаете, когда почвы нету, это должно приходить, вы знаете, дорогие друзья, это должно твое быть. Вот ты к этому пришла, да, выводу, ты это узнала, ты к этому, ты это поняла, и ты можешь объяснить логически, потому что если ты берешь информацию просто откуда-то, какие-то наученные фразы, высокоморальными фразами оперируем, и так далее, и так далее, вот это как Горбачев говорил, да, электорат, значит, контрибунция, контрабандистская, там, и прочее, прочее, то есть ты понимаешь, что мужик-то умный, знает умные вещи, но ни хрена не понятно. Так вот, дорогие друзья, я о чем говорю? Я говорю о том, спасибо, спасибо, сама себя не похвалишь, никто слова не скажет, выбила наконец-таки. я о том говорю, что просто так взять мои фразы, да, сухие можно взять, но дальше ты не сможешь продолжить, ты не сможешь дальше ничего сказать, дальше этих фраз, потому что они не твои. Так вот, что случилось? Да, силуэт, много силуэтов, я знаю. Спасибо, Рана, я вас тоже очень люблю и ценю. Если бы я не любила своих зрителей, не уважала, я бы не вытаскивала из депрессии людей, не просто не вела вперед, пеньками иногда, волшебными. И что случается? Случается то, что я снимаю приворот у этого человека, который все возил этой любовницы, строил там дом, значит, помогал ее дочерям и прочее. Знаете, что случилось? Во время совещания, эта женщина, дама, которая привыкла к тому, здравствуйте, Аня, которая привыкла к тому, что он будет говорить, как она скажет, под ее диктовку и так далее. Значит, подвела, не буду сейчас говорить, давайте условно Иван Иванович его назовем там. Иван Иванович там, вы забыли вот это сказать, и он повернулся при всем честном народе, вообще без причины, без ничего сказал, пошла ты на отсюда, она говорит, как пробка выскочила из кабинета. Через некоторое время он собрал вещи, приехал, сказал, что он будет жить дома. Жена начала там это, он ушел в свою комнату, закрылся, в общем, сказал, мне одна комната, мне достаточно. Вернулся домой. Следующий случай, когда доктор, очень уважаемый доктор, обладал, ну и сейчас есть у него сеть, просто клиник в Москве. Этот человек точно так же был под влиянием. Она с другой страны приехала, к нам очень хотела обустроиться здесь и так далее. Вот, вот, Алина, смотри по направлению моего пальца, видишь? Вот, 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 вот. Точно так же миллионы относил туда, абсолютно отвернулся, видеть ее не хочет. Я не отворачивала, я ничего не делала. Если бы это была настоящая любовь, то никто бы не смог разбить. На самом деле, это было искусственно созданное. Поэтому я говорю, это возможно снять вполне. Просто должен профессионал попасться сильной. Ни одна сильная ведьма просто так в воздухе приворот не делает. Именно поэтому те привороты, которые сейчас есть, их вполне возможно снять. Понимаете? Да, 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 пинок иногда очень помогает, приводит мозги в порядок. Надо так, надо, потому что, друзья мои, если я буду сидеть, жалеть вас и плакать вместе с вами, и мы ничего не достигнем, не добьемся. Иногда сила воли другого человека тебя вытряхивает и ведет вперед. А, я думала, что ты пишешь, что я не вижу, поэтому я спросила Алины, я думаю, вот здесь должно быть. Так-то не видно оно, вот не видно, просто его нету. Вот я сейчас через, ну, не через экран смотрю, а так смотрю, его нет, естественно. А вот через экран я вижу, я вижу вот это, внизу вот это язычок огня. Но это невероятно, я не знаю, как это можно объяснить логически, это невозможно. Нужен пинок, дадим, не переживайте. У меня пинки очень волшебные. И сапог у меня волшебный, который пахали, даю некоторым личностям тоже. Осень волшебный сапог. Осина помогает. Да-да-да, спасибо, Елена. Я рада, что оказалась вам полезной. Вот. Итак, дорогие друзья, я слушаю ваши вопросы. Остальные, которые мы еще с вами, да-да-да, еще не выяснили. И на этом ограничимся. Я думаю, что интересная была тема, и можно пересматривать тем, которые не успели. Любого человека нет, Анна. Я уже изначально отвечала, что привораживать можно только слабовольного мужчину и того, кто склонен изменять и предавать. Он слаб. Он уже, как бы сказать, он рад обмануться, собственно говоря. Да, он не против. И такого мужчину можно очень легко забрать. Силуэт, силуэтов здесь много. Иногда просто превращается комната в какую-то, как вам сказать, в смысле зеркало, не поняла. А у меня была порча, проклятие, Марго, эфир, прямой эфир. Посмотри, поищи. Я там уже рассказывала. Если порча снимает 40 дней, возвращается тому, кто заказывал. И обязательно 40 дней он может вернуться сразу. Ничего страшного. Эти прямые эфиры должны быть на других каналах, которые как бы созданы девочками. Ты знаешь, что у меня постоянно сливают, так что найти можно. Там дары от Инги Хосроева и там все мои прямые эфиры есть. Магия жизни от Инги. Там, в принципе, так есть. Слабоволен по натуре своей. Или это тоже делают? Нет, по натуре своей слабоволен. Он уже рожден слабым человеком. Слабохарактерным, слабовольным, вероломным. Чем больше человек, знаете, чем больше человек переступает законы Вселенной, чем больше он делает преступления перед мирозданием, тем больше у него шансов и порчу получить, и приворот получить. То есть у него защиты нет. Говорить о том, что верующим людям невозможно порчу, приворот и делать, это смешно. Можно делать хоть кому. Без разницы. Угомонись пусть я. У нас прям движение сегодня началось. Хоть не суббота, а вот что странно. Нет, не содержит абсолютно. Потому что есть разные виды заговоров. Разновидность есть. Есть одна, обращенная с силам, где они разумные, понимают. Есть обращение к космосу, ко вселенной. Там другие силы, они не, не понимают. Так что вот так. Нет, пусть я просто ненавидит там этих вот бегающих, прыгающих, квакающих. Ну да, любовная тема, поскольку тематика красный, красный, вот красный мы обычно и работаем, красным, черными свечами. Хотя, знаете, я вам честно скажу, любым можно, можно и без ничего вызвать и сделать так, что мало не покажется. И это не всегда, не обязательно алтари. Можно и на ветер начитать, можно на воду начитать, можно на землю начитать, на что угодно. Кстати, если вы заметили, Афродита далеко не худышка. Очень даже хорошо у неё и попа видна, и животик, и ручки такие добротные. Это, скажем так, идеал красоты средневековья. И я уж не говорю о портретах Рубинса. Да. Был такой грузинский фильм, где купец приходит к князю, о чём-то говорит, уговаривает его, и тут вдруг он показывает, значит, голые эти картины, полотна. И он, ой-ой-ой, не могу смотреть, у меня сердце слабое. Тот говорит, смотри, смотри, миллионы стоят Рубинс, Рубинса жена. И тут он, нашего Рубика жена, ты смотри, я её, хорошей женщиной, знал, а ты смотри, где она висит. Вот сейчас примерно то же самое, нашего Рубика жена. Вот Рубика жена была далеко от неё худышка. Так. Есть, есть, лесть. Да, про Рубика жену. Таня, заранее не переживайте, не бойтесь. Если вы воспитаете сильных волевых мальчиков, то даже если на них будет некоторое влияние, они это влияние преодолеют. Понимаете? Я говорю ещё раз, наводят привороты мужчинам слабым, у которых, ну, Рубика жена, чё? Вот. мужчины, которые склонны предавать, которые изнутри уже гнилые, их легко увести. Так что это, если вы воспитаете их достойными людьми, я вас уверяю, сильными мужчинами по духу, даже если будет некое влияние, они из этого выйдут победителями. Вот и всё. Всё дело в нас, в матерях. Мы какими их воспитаем, такая у них и будет судьба. Поэтому, если мы будем воспитывать недочеловеков, жестоких моральных уродов и надеяться, что у них в жизни всё будет хорошо, это будет наивно и глупо. Если мы воспитаем сына, знаете, на своём примере, пройдя очень много кругов ада, говорить ему, что я от тебя отвернусь, если ты на свою жену поднимешь руку, я никогда это не оправдаю, не приму, он уже знает изначально, что его мать за такое ему голову оторвёт. Если он ценит свою мать, он даже ради своей матери будет настоящим человеком, понимаете, иметь ответственность перед своей семьёй. Да, делает привороты самостоятельно и навлекает беду и на себя, и на того человека, который мы делаем, потому что одна, которая начитала на 40 крестов, не поленилась, ходила по кладбищу и читала на 40 крестов. Есть такой ритуал. Ой, всякие есть. И после этого он попал в аварию, лежал в коме, через некоторое время умер. Вот, через несколько лет обратились ко мне. Вот, если они мужики, то не будет этого у них в жизни. Они, когда обратились ко мне, я увидела этот случай. Мать там дала пощёчину звонку ей. Она не знала, что оказывается, это по её вине. Вот приворожила она человека, который её любил, собирался жениться. Она захотела, чтобы он ещё сильнее полюбил. И вот в этих форумах посидела, посмотрела на 40 крестов, сделала и убила его. и теперь расплачивается, то есть у неё ни брак не получается, уже несколько выкидышей в больших сроках, и врачи не дают прогноз и так далее. Честно, я не взялась это исправлять, потому что я считаю, что она этого достойна. Она должна ещё помучиться некоторое время. Ну, если и настоящий сын, то нечего за него бояться. Он за себя постоит. У него должен быть идеал женщины такой, который надо. Понимаете, женщина, а не какой-нибудь непонятно кого. спасибо большое за пожелания. Итак, Рубика, жена, сейчас будет отправлена обратно к себе туда, на пьедестал, а мы с вами попрощаемся, потому как, если будут ещё вопросы, естественно, через некоторое время я ещё, спасибо, Сурен, я ещё сниму прямой эфир. Вот сейчас после этих пут еле очухалась, пришла в норму. Нормально, они с меня взяли откуп, конечно. Если взяли, значит, значит, хорошо было. Приворот к фирме, это интересно, это интересно. Вот видите, достойный сын. И достойный сын, он создаст сильную, сильный род на самом деле. И вам спасибо, что слушали меня. Если будут какие-то вопросы, естественно, потом привет, Ольга. Ничего страшного, ты ничего не пропустила особо, ты можешь переслушать ещё. У нас ещё эфиры будут, я думаю, что не раз. Самирушка-то улетучился, уже некому крутить тут лайки, дизлайки, эфир сорвать некому. Вот, осиротели они, осиротели люди. Ой, бедные, бедные. Пройдётся им смириться с моими эфирами теперь. Так что, дорогие товарищи, да, встретимся ещё раз в скором времени, проведём тему, надеюсь, интересную, и прочее, и прочее. Всем удачи и всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok.